Уважаемые подписчики и гости канала Чудесный Огород, я рада вас приветствовать! И сегодня я буду готовить закуску из баклажанов, или можно назвать еще рагу из баклажанов, которую я закрываю на зиму. Для приготовления закуски нам понадобится 2 килограмма баклажанов, 400 грамм репчатого лука, 5-6 болгарских перчиков, 300 грамм моркови, килограмм перекрученных помидоров, 150 граммов рафинированного подсолнечного масла, 2 столовых ложки соли, 150 граммов сахара, 2 лавровых листа, 3 душистых горошка, 3 горьких перцев горошком. Если вы любитель острого, то можно добавить острый перчик. В специи добавляем по вкусу. 70% уксус, 1 столовую ложку и 1 чайную ложку. 2 или 3 зубка чеснока, в зависимости от размера и от вашего вкуса. Мне очень нравится добавлять в баклажановую закуску совсем немножко базилика. Но, опять-таки, это на любителя. Приступим к приготовлению. Баклажаны моем, снимаем с них кожуру и нарезаем на дольки. Можно произвольно делать нарезку, но мне нравится больше кубиками примерно 1 см. Чуть может больше шириной. Нарезанные баклажаны сейчас мы будем отваривать в подсоленой воде. В кипящую воду 2 литра мы добавляем 1 столовую ложку соли с горкой. Отпускаем баклажаны в соленую кипящую воду. Хорошо все перемешиваем. Оставляем вариться баклажаны 5 минут после закипания. Пока вода не закипела, я баклажаны хорошо перемешиваю, чтобы они осели. Прошло 5 минут с момента закипания баклажанов. Смотрите, не переварите баклажаны. Смотрите на сорт. Возможно, будет достаточно после закипания и 3 минуты. Баклажаны буду перекладывать в друшлак. Варенные баклажаны будут находиться в друшлаке для того, чтобы вся жидкость лишнее стекла. При отваривании баклажанов ушла вся горечь, поэтому я их не вымачиваю. Лук я почистила, помыла и теперь буду шинковать его на небольшие кубики. Примерно вот на такие. В разогретую сковороду я выливаю примерно половину порции масла. Масло даю немножечко прокалиться. И в масло выкладываю лук. Баклажаны я посыпаю половиной чайной ложечки соли. И половиной чайной ложечки сахара. Хорошо, равномерно распределяю. Лучок заскворчал. И еще раз его хорошо перемешиваю. Убавляю газ до среднего и пассирую лук до золотистого цвета. И карамельно-сливочного запаха и вкуса. Время от времени его помешивая, крышку не закрываем. Пока наш лучок пассируется. В разогретый казан я выливаю оставшееся масло. И выкладываю в горячее масло перетертую морковь на крупной терке. Морковь пассируем на среднем огне при открытой крышке. Время от времени помешиваем, для того, чтобы морковь не пригорела. Нарезанный перчик мы отставляем в сторону. И сейчас займемся луком и морковью. Морковь пропассировалась. На это ушло примерно 10-15 минут. Она стала мягкая. Лук с морковью я хорошо перемешиваю. Добавляю томаты. Томаты закипели. И я опускаю перец в массу. Убавляю газ. Закрываю крышкой. Довлю примерно еще минут 15. Прошло 15 минут. Массу овощную я хорошо перемешала. Теперь в эту массу я добавляю баклажаны. Я добавила баклажаны. Хорошо перемешала. Добавляю сахар. Соль. Если у вас очень мясистые помидоры и жидкости мало получается, а вам еще нужно потушить баклажаны с перцами, то можно добавить водичку, которая у нас осталась с баклажанов. Для того, чтобы баклажаны тушились и не пригорали. Из баклажанов добавляем, можно так сказать, на глазок. В некоторых кулинарных рецептах советую для того, чтобы не подгорали овощи при готовке, добавлять больше подсолнечного масла. Я этого не делаю, так как я и моя семья, мы не любим, чтобы блюдо было сильно жирным. Овощная масса хорошо прогрелась. Прошло примерно 5 минут. Закипело. И после я добавляю чеснок. Чеснок я разрезала дольками. Вы можете пропустить или через пресс, или мелко порубить. Я его после готовности извлеку и удалю. Я оставляю тушиться овощи на 20 минут на слабом огне. Прошло 15 минут, как варится наша овощная масса из баклажанов. Теперь самое время попробовать ее на вкус. Если вам мало соли, то можно немножечко добавить. Не в самый раз. Добавляем лавровый лист и добавляем специи. Я попробовала перчик. Он еще немножко не готов, поэтому оставляю тушиться. Овощи еще примерно минут на 10 под закрытой крышкой на слабом огне. Прошло 15 минут. Я попробовала перчик. Он готов. Я извлекаю из овощей чеснок. И на эту массу я добавляю пол чайной ложечки базилика. Вы можете добавить любые специи, какие вы любите. Добавляю 70% уксус перед самым выключением овощей. Одну столовую ложку и одну чайную ложку на эту массу. Вы можете варьировать уксус или добавлять лимонную кислоту на ваше усмотрение. Я добавила уксус. Этой порции уксуса достаточно. Теперь буду раскладывать свою закуску по стерилизованным банкам и закрывать стерилизованными крышками. Разложив баклажановую закуску по банкам, я перевернула их крышкой вниз. И сейчас баночки я укрою до остывания. Поставлю под шубу. Спасибо, что вы были со мной. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и прекрасного настроения. До встречи. Пока-пока. Продолжение следует.